Перед нами произведение Константина Фёдоровича Иона «Августовский вечер Легачёва». Константин Фёдорович Ион родился в 1875 году в Москве. Здесь же в 17 лет он поступает в Московский университет живописи «Вояние и безотчество», где занимается у Савицкого, Касаткина, Архипова и Сирова. Публика заметила его картины достаточно рано, охотно их покупала, и у молодого художника даже появилась возможность путешествовать по России и Европе. Впоследствии его картины всегда были желанны на выставках как передвижников, так и на выставках Союза мира искусств, Союза русских художников, членов которого он был. О нем писали рестные статьи знаменитые ведущие критики и искусствоведы того времени Александр Николаевич Бенуа, Игорь Емельевич Горобарь и другие. Он и сам выступал как искусствовед с работами о творчестве великих русских художников, о технике живописи, о художественном восприятии. И вскоре после окончания училища он начал преподавательскую деятельность и занимался ею всю жизнь. Константин Федорович создавал очень разные по характеру изображения, как оригинальные глинерные работы, так и замечательные театральные работы, театральные сюжеты. Он пробовал себя в тематической картине, писал портреты своих современников. И, естественно, как и многие его современники, художники того времени, он усваивает некоторые приемы у импрессионистов французских, но не порывает при этом с русской традицией, не растворяет форму в сведении. Иона часто сравнивают с Пустодиевым, ее полотна также сквозит любовь к русской культуре, с ее пёскостью, яркостью, и одновременно он тяготеет и к пленэрной живописи. Здесь мы можем отметить работу, которая была написана в 1922 году. Это «Августовский вечер», Легачева, Подмосковья. Художник передает здесь лирическое настроение. Конечно, замечательно сочетает вечернее освещение садящегося солнца, которое просвечивает сквозь резьбу листьев и одновременно показывает нам искусственное освещение, источником которого становится зеленая лампа. Это стали очень знакные символы, зеленая лампа, символ просвещения. Для нас и нашей коллекции в целом интересно не только то, что эта картина поступила к нам в 1952 году из Государственного русского музея, но также и ее предыстория. В 1924 году она находилась в Америке на большой выставке русского искусства. И здесь в вступительной статье к каталогу этой выставки Игорь Горобарин особо уделяет внимание этому художнику. Здесь мы вновь возвращаемся к тому, как все взаимосвязано в нашей коллекции. Игорь Горобарин